Трагедия произошла на улице Балковской. Эта часть города больше всего пострадала от прихода большой воды. Сотрудник Приморского районного суда, пытаясь выйти через боковые ворота, получил смертельный удар током. Молодого человека пытались спасти, увы, тщетно. То есть это вот эта медпомощь, да, оказывается? Да, делают искусственное дыхание, пытаются привести себя. Потом его перенесли сюда на лужайку. Скорая приехала минут через 30. Пострадали и владельцы машин, припаркованных на Балковской. Их авто, как настоящие лодки, метровым потоком воды, носило и сталкивало друг с другом. Там машины, это машины все плавали, их вот так туда несло течением. Десятки машин захлебнулись в грязной воде и превратились в мертвую груду металла. Приехала в суд забрать решение суда. Вот вышла оттуда, смотрю, все машины вокруг плавают, моя в том числе. Конечно, состояние ужасное, я не могу, не знаю, как ее остановить, чтобы она не... Теперь их владельцам предстоит дорогостоящая чистка салона и ремонт двигателей. Перед вообще был весь в воде, и она стояла под уклоном. Ну и где-то она вот так вот была, вот так вот в воде. Сильнейшие потоки воды в некоторых районах города поразбивали ливневки и асфальтное покрытие. На ликвидацию последствий прихода большой воды были брошены силы всех коммунальных служб города. На чрезвычайный режим работы перешла и скорая помощь. Приходилось доставать людей, ну чуть ли не с окон. Была такая ситуация. Были такие районы локальные, где то проезд практически невозможен был, но нами было разработано с администрацией областной больницы и наша городская администрация с управлением горздрава. Сразу была преддисликация госпитализации. Ликвидация последствий непогоды продолжается. Руслан Смещук, Константин Длужневский, телекомпания АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова